как красиво рождественник у меня цветет он посажен тремя цветами в одном горшке это очень большой горшок наверное больше чем 50 сантиметров в диаметре вот сейчас такой приглушен на красный такой алый расцветает а отцвел и отцветает и расцветает розовый но алый именно самом разгаре цветения какой-то интересный такой у меня папоротник тут стекхорн у нас называют папоротник который растет на деревьях вот вырос в горшке вне его я раньше росла и так субстрат остался и вырос вот такой стекхорн но такой интересный я никогда не видела такой такие листочки плотные как у балбофилума может это какой-нибудь балбофилум я даже не знаю точно что это такое у меня тут растет похоже на вот этот древесный папоротник вот он этот мох вот тут вот он у нас растет среди травы среди сорняков и он такой красивый такой пушистенький летом я никогда не вижу никакого вида мха он наверное сильно высыхает когда засуха между дождями вот а когда зима и прохладно такой красивенький по-моему это даже сфагнум мох только мельче какой-то он меленький такой вот его легко снять с поверхности почвы или камешков у нас тут камушки лежат вот такой вот мох ну вот тут прямо под домом я кому-то и рассказывала что нет у нас мог не растет 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 еще как просто нужно знать когда какое время года зимой он растет сейчас побрызгая его от насекомых посвятой рекомендации и попробую посадить ну вот так вот дело было вечером делать было нечего я всю мою стайку болтающихся здесь вот в горшочках тендробиумов посадила вот на такой большой пень они и в глиняных горшочках росли тот который в ракушках глиняном горшочке сразу вынулся а тот который с корой горшочек был глиняный то я намочила и потом он хорошо вынулся но еще один остался в ракушках которых который растет тоже тут их много это шумит соседский сын он тренирует свой новый мотоцикл и поэтому такой ужасный шум ну ничего не поделаешь вот так вот так вот я его посадила классный маникюрчик мох покажу сейчас какой мох где его нашла оказывается оказывается у меня его тут завались ну такая получилась красота пеньков тоже таких завались вот так вот ну нелегкая конечно была работа не знаю не знаю не знаю что-то меня терзают смутные сомнения что этот весь мох помрет у дендриков уже появились у некоторых почечки и они такие солнечные желтенькие лимонного цвета я думаю что им хватит уже сухости тем более все равно у нас обещают дождь сегодня завтра будет дождик все равно они все намокнут потому что они у меня под деревом уже висят я их перевесила из под крыши жалко мне их стало они уже намучились бедные вот пожелтели и листики роняют ну не знаю вот мох этот мне кажется это сфагнум живой вот он умрет я конечно буду брызгать его вот но не так ему тут привольно на этом сухом пне как было там на влажных камнях не знаю жалко мне его вообще-то дендры то что я их поливать буду тут и травка какая-то растет но невозможно было это все отделить поэтому все вместе будет пока что расти тут разные цвета должны быть дендриков посмотрим как оно будет не знаю что и сказать ну вроде так нравится мне идея но как будет дальше не знаю вот что в растопырку пока что они все тут потому что надо им прижиться конечно только только повесила тяжело работала наверно не знаю часа полтора наверно вот такое произведение искусства ну что ж следующий день и вот этот мох все еще влажный всю ночь полувлажный потому что роса я заметила что он вообще без дождя у нас уже давно нет дождя очень влажный где-то собирает влагу вот еще один нашелся горшочек бесхозный а вот так те же дендробиумы может немножко другой цвет потому что там я и какую-то этикетку вставляла жалко что раньше не нашла его надо его как-то эти бульбочки повпихивать туда они маленькие корешки маленькие сейчас попробую ну вот так вот вроде лучше его устанавливать этот пенек большой довольно таки пень вот такой вот 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 вынула этот дендробиум бульбочки эти из камушков и ракушек вот и корешки хорошие некоторые даже растут вот тут вот вот эти вот пару кончиков такие какие-то сухие а остальные все хорошие даже вот эти вот тоненькие я смотрю хорошие нет передумала я посажу их обратно с большими корнями которые бульбы в камешки пусть отдельно так горшки растут а то засовывать их туда корешки только поломать а вот эти вот три да попробую туда где-то приспособить подмох вот это вот кейки только что рос на вот этой вот бульбе я сняла самые лучшие корешки у кейки вот в воздухе от материнской бульбы питается растение и какие корешки замечательные у него всем всего доброго пока-пока бульбе